Элиф, 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 Элиф. Как дела? Хорошо. Что делаешь? Иду. Я не могу нормально руки поднять из-за мышц. Да. Да? Да. Мышц. Да, я теперь много тренируюсь. Я не очень люблю мускулистых парней, но когда начинаешь заниматься спортом, мышцы, ну, сами начинают расти, и я выгляжу круто. Наверное, я в этом не разбираюсь. Мне такие не нравятся. А, да, и мне тоже. То есть, зачем бегать, если за мной не гонятся? Да. Куда ты смотришь? У Тимура первая лекция в мастерской. Его высматривала. Правда? Лекция? Какие отличные, добрые, чудесные новости. В жизни не слышал ничего лучше. Здорово. Может, пойдем вместе? Я... Лекция о живописи и скульптуре. Люблю такое. Да, я тоже. Скульптура и живопись очень важны. Одно не может быть без другого и так далее. Отлично. Тогда пойдем. Да, я иду. Давай. Да я из песка на пляже в Килиусе сам такое свояю. Ничего особенного. Ерунда какая-то. Он хорош. Ну что? Вот и все. Что значит вот и все? Это все? Это все? Он слепил имбирь в чайнике. Это не может быть все. Это вообще скульптура? Тихо, он же услышит. Да ладно. Тимур, бей у вас талант. Вы потрясающий. Прошу поделитесь, каково было создавать такую скульптуру. Я не создаю Ханыма Финди. Я лишь посредник в творчестве. Простите, не поняла. Можно еще раз? Ничего такого. Говорит, что все выдумал. Да-да, я объясню. Скульптура уже внутри камня. Я просто отсекаю лишнее. Браво, Тимур. Какая чудная метафора. Спасибо. Какая метафора? Я знаю эту фразу. Это чьи-то чужие слова. Чьи слова? Ни Рафаэля, ни Донателло. Я знаю, слышал эту фразу. Это чьи-то чужие слова. Не верьте ему. То есть, ну... Ты мог слышать что-то похожее, парень? Слова не бесконечные. Мы говорим одни и те же слова снова и снова. Нет, брат, я знаю, что читал про это. Я читал. Ты пытаешься взять чужие слова и выдать их за свои. Все же понятно. Пожалуйста, помолчи. Только ради тебя. Элиф, можешь выйти? Не может. Могу. Не может. Могу. Посмотрите на эту красоту. Только Аллах может создать такую. Да-да, мы это знаем. Но воплотить ее в камни или нарисовать – наша задача. Вот примерно мой творческий процесс. Надеюсь, я понятно объяснил. И вы ему хлопаете? Аллах. Аллах. За руку держи. Аллах. Вот оно. Это искусство. Имбирь. Чайник. Сам не может сказать, что это. Вспомнил Микеланджело. Да, эту фразу сказал Микеланджело. О, брат. Ну, Микеланджело-то не воруй, пожалуйста. Эко, он сразу это сказал. Он же сказал, что мы используем одни и те же слова. Это не воровство. А еще мы, деятели искусства, всегда вдохновляемся другими. Не глупи. Он вообще-то, он не говорит, что вдохновился. Он украл эти слова, использовал их. А все купились. Стыдно? Если бы я так сделал, все бы сказали, не смеши, Эко. Но когда Тимур так говорит, вы все в восторге. Погоди-ка. Ты ведешь себя как весь из себя мачо. Да, но на самом деле ты просто завидуешь его таланту. С чего мне ему завидовать? Ради Аллаха. Да, он довольно мускулистый, но в голове у него пусто. В голове пусто. Все из головы у него ушло в мышцы. Понимаешь? Неправда. Тимур очень умный. А ты не хочешь этого видеть. Я не хочу. А еще он на тебя запал. Он на тебя запал, точно. Да ладно тебе, не преувеличивай. Эй, можешь так не улыбаться? Ты всегда стремишься к ссоре и злословию. Да, и ничего не знаешь об искусстве. Знаешь, на кого ты похож? Знаешь? На кого? На мою маму. Твою маму? Да. Так что иди и подумай об этом, ладно? Чем это я похож на твою маму? Ради Аллаха. Он точно на тебя запал. По нему видно. Мы все это видели. Ты не можешь отрицать. Да. Я тебя убью. Экрем. Что ты сказал? Экрем, успокойся. Брат, тихо. Забери свои слова назад. Успокойся. Забери назад, забери. Не бей меня. Что ты делаешь? Экро! Ты на меня смотри. Экро! Извинись, извинись. Ты что творишь? Экро! Я не виноват. Это он говорил всякое. Замолчи. Ты в порядке? Он на меня напал. Что я тебе сделал, брат? Как ты? Я шел, а он накинулся. Мне так жаль, Тимур. Правда жаль. Извини за Экро. Ты просишь прощения, да, Экро? За что мне извиняться? Он говорил о тебе всякую чушь. Мне надо было просто молчать. Что? Что ты сказал? Брат, не надо. Элиф, не верь ему. Я просто сказал, какая ты красивая. Как ты похожа на греческую богиню. И как я тебя ценю. Вот и все. Ну, конечно. В нем проснулся внутренний демон. Я удивился. Я не привык к таким животным инстинктам. И мне тяжело их понять. Странный он какой-то. Какой же ты наглый. Успокойся. Поверить не могу. Я с ума сойду. Это я поверить не могу, Эко. Как ты мог так поступить? Если бы ты слышала, что он сказал, ты бы его побила. Просто признал бы ошибку и извинился бы. Но нет. Но? Нет. Пошли, Тимур. Пошли, Элиф. Опять я виноват. Опять я. Клянусь, я скоро сойду с ума. Тимур, послушай. Брат, если ты пришел извиниться, то все хорошо. Я уже забыл. Тимур, я не извиняться пришел. И вообще, я не забыл, что ты сказал. Брат, мускулистый брат с рельефным телом. Этот район, Элиф, не для тебя. Так что не надо так себя вести. Я ясно сказал? У меня и нет таких мыслей. Благодаря тебе мы с Элиф вчера сблизились. Ты все и ускорил. Ты мне помог. Дальше мы с Элиф будем только ближе. Тимур, тогда я с тобой сближусь. Я так с тобой сближусь, что нас никто не разлучит. Сам смотри. Что? Доброе утро. Привет. Доброе утро, Элиф. Доброе утро, Элиф. Ты как раз вовремя. Иди сюда, хочу запечатлеть эту красоту. Нет, нет, не надо лепить Элиф. Давай не делать ничего такого. Присядь. Нет, нет, не надо. Не садись. Пойдем отсюда. Эй, я сама хочу. Но я ненадолго зашла. У меня сейчас урок. Тогда встретимся вечером, что скажешь. Можем работать тут вместе одни. Давай. Нет, нет. Да, будет здорово. До вечера. До вечера. Ты... Элиф. Эй, Элиф, 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 Элиф. Нельзя. Тебе нельзя быть с ним наедине. Я запрещаю. Прости, ты запрещаешь? Мне у тебя разрешение на мою скульптуру спрашивать? Ты хочешь скульптуру? Хорошо, я слеплю тебе скульптуру и поставлю в районе. Не волнуйся об этом. Я ведь работаю. Поверь, тебе нельзя быть тут одной. Никак. Не смеши. Это же не битва за приз. При чем тут это? Поверить не могу, что ты такая наивная. Наивная. Слишком наивная. Это плохо. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!